Подготовлена под заказ бритва Фредерик Рейнольдс. Поедет в коллекцию Фредерикова Рейнольдс. Стандартное клеймо, как для тех лет, скорее всего, 50-60-19 века. Экземпляр примечателен своей гравировкой. Постараюсь ее показать. На камеру она не очень хорошо видна, но в жизни хорошо сохранилась. Один из немногих вариантов Рейнольдса с гравировкой. Они их редко наносили. По центру можно видеть монограмму VR. Это монограмма Королевы Виктории. Слева написано Принц Артур. Справа написано Ройл Рейзер, то есть Королевская бритва. Принц Артур это был третий сын Королевы Виктории. И почему-то именно его имя очень часто наносили на бритвы шеффелдские. Многие производители. Гравировка сама по себе редкая, но она встречается на бритвах разных производителей. То есть, возможно, был какой-то заказ, когда он родился. Родился он как раз в 1850-м. Может быть, Королевская семья делала заказ на такие вот гравировки для какой-то цели. Ну или просто производители хотели делать такие вот картинки, чтобы люди, которые знали, кто это и что это, ну как, дополнительный стимул покупать эти бритвы на то время в шеффелде, чтобы у людей был. Вот, ну вот, такой вот вид гравировки. Сохранился не очень хорошо, но я постарался почистить, ну максимально щадяще, чтобы остался весь рисунок. Ну, надеюсь, более-менее нормально получилось. Плюс по заточке тоже заточил с изолентой, чтобы сохранить ширину. Ну, это получается полный клину, во-первых, толстый, здоровенный. Вот, и здесь пришлось несколько слоев накинуть, чтобы и фаска аккуратно выглядела, и гравировку, чтобы не сожрать. Ну, и при этом бритва, в принципе, должна нормально. Вот, и бритва полностью чистая, я ее разбирал, полностью приводил в порядок, там, где имело смысл. Вот, здесь все чисто. Полотно с этой стороны я тоже не шлифовал. Отполировал, протер, убрал именно грязь, коррозию, остались именно следы эксплуатации, может, какие-то мелкие. Но, в целом, именно все чисто. Ручка добротная, натурально рог толстый, без трещин, без расслоений, без царапин. Пины и шайбочки, латунь, клинышка нет, конструктивно не предусмотрен. Здесь плашки имеют утолщение. Ну, вот такую вот геометрию показал уже. Она такая с легкой, правильной улыбкой будет. Будешь править на ремешке, вот это вот учитывай. С небольшим провисом, с небольшим давлением, акцент именно на кромку будешь делать приправки. Ну, это такое. Конечно, побриться можно, она и брить хорошо будет. Но это больше, конечно, коллекционный вариант. Именно, как ты собираешь. Ну, и в бритве там я, кстати, футляр нашел. Не помню, от нее или нет. В общем, он фирменный для Рейнольдсов на две бритвы. Я уже-таки тебе отправлял, по-моему, двойной кофр, двойной чехол. Вот. Тоже поедет вместе с этой бритвы. Там его еще восстановить надо, поэтому я его сейчас сюда не стал нести и показывать. Ну, и третий вариант там будет для барберов тоже. Не знаю, когда я его уже сделал. Времени вообще нет. Может быть, на следующей недельке. Там именно Рейнольдс for Barber use. Как вот в Эдом Ботчер такие делали. Здоровенные. Так вот и Рейнольдс такой. Тоже крупный, большой. Вот. Ну, это, конечно, интересный вариант. Гравировки такого типа периодически попадаются на бритвах шефелских. Но, можно сказать, что это редкая игроковка. Не очень часто. Ну, троспус замечательно тоже проходит. Ну, и обычный тест. Вот. Ну, тут за счет того, что угол довольно большой из-за изолинды. Тут, конечно, не будет обыкновенного теста, прям роскошного, там, в 5 сантиметрах. Но, достаточно, я считаю, для того, чтобы она комфортно брила, чтобы сохранился ее эстетический вид. Ну, все. Как будет готово, у меня там по футлярчику, я их тебе отправлю. Все.